МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа в центре событий в студии Дмитрия Подлесной. Смотрите выпуски. В Сургуте появятся платные парковки. 15 февраля в России чтят память воинов-интернационалистов. И на лыжню России вышли около 2000 сургутян. Проект закона о промышленной политике Югры готов и направлен на обсуждение в Думу округа. Депутаты приступят к дискуссии по поводу производственного будущего региона в рамках февральского заседания. Промышленный потенциал автономии правительства предлагает раскрывать за счет инноваций и высоких технологий. Причем с уклоном на диверсификацию экономики. Предприятиям, выбравшим не нефтяной путь, предусмотрена финансовая и методическая поддержка. Эта политика направлена на формирование высокотехнологичной конкурентоспособной промышленности, обеспечения занятости и, как следствие, повышения уровня и качества жизни югорчан. Перед нами стоят задачи по созданию и развитию современной промышленной инфраструктуры. Мы должны сформировать условия для повышения эффективности и конкурентоспособности промышленности автономного округа, в том числе путем внедрения принципов технологий бережливого производства, инновационной технологии. Руководство Югры подпишет соглашение с Министерством здравоохранения России. Документ уже одобрили члены правительства. Согласно ему, Югра получит межбюджетное финансирование на приобретение медикаментов для больных туберкулезом. Объем трансферта 34 миллиона рублей. При этом в регионе фиксируют позитивную динамику. Уровень первичной заболеваемости туберкулезом снизился на 5% по сравнению с 2014 годом. Более того, смертность также сократилась до пяти случаев на 100 тысяч человек. В майских указах президента на 2018 год установлена контрольная цифра в 11,8 случаев. В этом смысле есть определенная позитивная динамика в регионе. Замечу, что каждый бюджет рубль в этой сфере непосредственно сохраняет жизнь людей, и это нужно учитывать. Контроль жестче, лечение эффективнее. В Югре изменен механизм лекарственного обеспечения некоторых категорий граждан. Новый порядок касается ВИЧ-инфицированных, диабетиков, больных вирусным гепатитом. Теперь прием назначенных лекарств будет контролировать врач или медсестра, а не пациент. Если раньше люди получали на руки рецепты, по которым бесплатно приобретали медикаменты и потом самостоятельно регулировали лекарственную терапию, сейчас прием таблеток будет осуществляться на базе больниц. В случае, если пациент пропустит назначенную процедуру, к нему на дом выйдет медсестра. Новые правила вошли в перечень поправок в окружной порядок обеспечения льготными лекарствами, которые уже приняли на заседании правительства Югры. Также стоит отметить расширение списка препаратов. Новая категория – это лекарства для страдающих от закупорки при церебральных и церебральных артерий. В Сургуте появятся платные паркинги. Решением Департамента городского хозяйства в перечень закрытых территорий внесли 37 участков, которые расположены на центральных магистралях города – проспектах Ленина и Мира, улицах Островского, Университетская и Энгельса. Предполагается, что часть стоянок огородят шлагбаумами, но большую оснастят паркоматами. Для удобства водителей будут действовать и специальные мобильные приложения. Правда, пока ни сроков введения в строй платных парковок, ни конкретики по тарифам и алгоритму сбора средств нет. Для детальной проработки вопроса в администрации создана специальная комиссия. Известно, что реализацией проекта займется, скорее всего, инвестор. Эксперты уверены, что платные стоянки разгрузят центральные улицы от лишнего транспорта. Платная парковка, она, безусловно, будет являться этим фильтром, который будет отсеивать ненужный транспорт, который очень долго стоит и препятствует всем. И делает неудобства, в том числе коммунальным службам, как я сказал уже, и в целом, как бы, и жителям домов. Ситуацию с дефицитом парковочных мест возле медицинских учреждений обсудили депутаты на очередном рабочем комитете. Этот вопрос, кстати, относится к постоянным и поднимается каждый месяц. Так, за последнее время силами администрации города была проанализирована территориальная ситуация возле СОКБ и окружного кардиологического центра. Результаты исследования неутешительны. Из-за повышенной плотности застройки далеко не везде выдержаны даже первоначальные требования по количеству машиномест. А с учетом последних законодательных требований найти внутренние резервы для обустройства дополнительных стоянок практически невозможно. Применяя еще норму санитарных разрывов от зданий стационаров, к сожалению, остается очень мало мест, пригодных по нормативным требованиям для размещения законным образом автомобильных парковок. Административное здание базы ОМОН в Сургуте практически на 100% готово к полному вводу в эксплуатацию. Сейчас силовики ждут дофинансирования на приобретение мебели и оборудования. В завершающей стадии решение вопроса о покупке жилья для бойцов. Отмечу, что сегодня, по словам начальника сургутской полиции Александра Ерохова, практически ни одна операция не обходится без отряда ОМОН. До ввода всего комплекса, конечно, очень далеко, но я пока сегодня веду речь об ввод в эксплуатацию административного здания, непосредственно в котором отряд будет размещен и это позволит уже полноценно выполнять те поставленные задачи по обеспечению правопорядка в городе. 15 февраля в России отмечают День памяти воинов-интернационалистов. 27 лет назад советские войска покинули Афганистан. За 10 лет военного конфликта на территории соседней республики по официальным данным погибли около 26 тысяч советских солдат. Среди тех, кто отдавал долг родине, герой нашего следующего сюжета Владислав Шевчук. Самая моя дорогая медаль. Вот это за боевые заслуги. Владислав Шевчук свои медали и знаки отличия сам не носит. Это за него с гордостью делают 4 сына. Влад признается, стесняется выдавать свою принадлежность к афганской войне. Ведь в армию пошел не за наградами и долг перед родиной выполнял, потому что так было надо. Получил повестку. Ну что, я в принципе ее ждал. В те времена хотели служить. И я хотел. С удовольствием пошел. Ну, команда была 20А. Ну, она подразумевала, что афган. Ну, это еще не факт, чтобы я туда попал, потому что кого-то уже еще в учебке отсеивали. Вот. Ну, нам говорили уже в части, в конце учебки, что вроде как не всех возьмут. Писали аэропорта, чтобы нас туда забрали. Так и вышло. В 87-м Влад попал в город Баграм, служил связистом. Рассказывает, очень хорошо запомнил первый день. Аэродром, в небе караван боевых вертолетов, кругом люди в касках и бронежилетах. И несмотря на все ужасы войны, самое сложное было одно. Долго не быть дома. Три новых года я встретил в армии. Так как меня задержали с выводом. Конкретно в Афгане год и восемь. А так два и четыре года я прослужил. Владислав покидал Афганистан 14 февраля 1989 года одним из последних. Именно его часть обеспечивала вывод войск в течение полугода. 15 февраля из Афганистана полностью выведены советские войска. Через семь лет после Афганистана в 96-м была Чечня. Там буквально через несколько месяцев в бою Влад получил осколочное ранение, из-за которого был комиссован домой. Сегодня он рядовой гражданин. Обычная работа – жена и четыре сына, которые гордятся своим папой и хотят продолжить его путь. Когда в него кинули бомбу, в него колючки попали вот сюда. Попали. Я буду защищать наших людей. С памятной датой, днем вывода войск из Афганистана, Владислава поздравили в местном отделении «Единой России». Партийцы подарили семье двухъярусную кровать для младших детей, компьютерный стол и стул. Спасибо вам за ваш труд, за вашу деятельность, потому что действительно очень сложные моменты вы переживали от нас, как от партии, как общественности. Большое вам спасибо, большие слова благодарности. Наталья Бабушкина, Светлана Стебенькова, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. От классики до джаза в Сургуте прошел концерт преподавателей детских школ искусств и колледжа города. На сцене детской школы искусств номер один продемонстрировали свое мастерство больше 30 наставников. Отмечу, что фестиваль, в рамках которого состоялся концерт, проходит в нашем городе уже восьмой раз. В зале прозвучали произведения таких композиторов, как Дебюси, Чайковский и Скрябин. Всего в концерте прозвучало 29 номеров, однако желающих выступить было гораздо больше. Так, в этом году было принято 45 заявок. Пришлось даже проводить некий кастинг и отбирать лучших. Этот концерт является второй частью городского фестиваля преподавателей детских школ и искусств и колледжей Сургута. Первая состоялась на прошлой неделе в формате художественной выставки. Вместе с тем, по словам организаторов, с каждым годом растет не только количество участников, но и уровень мастерства. Этот концерт достоин того, чтобы ему звучать в филармонии. И если когда-нибудь руководство филармонии найдет возможность предоставить нам зал, мы будем просто счастливы. Волейбольный клуб «Газпром Югра» в очередном туре российской Суперлиги обыграл на выезде Краснодарская «Динамо». Эта победа стала для подопечных Рафаэля Хабибулина девятой подряд в чемпионате страны. Наши спортсмены не испытали трудности в борьбе с одним из аутсайдеров турнира. 25-20, 25-16 и 25-19 – это счет в партиях. Самым результативным игроком в составе «Газпрома» привычно стал Константин Бакун, набравший 19 очков. Еще 11 на счету Яна Ерещенко. Наша команда остается на третьем месте в турнирной таблице и в ближайшее воскресенье сыграет с кемеровским «Кузбассом». Четверфинальная серия Кубка ЕКВ между российским клубом «Газпромом Югрой» и швейцарским «Драгонс» из Лугана пройдет в Сургуте. По просьбе соперников встречи челлендж-раунда между этими командами пройдут в нашем городе 1 и 2 марта. Таким образом, вояж сургутян в Италию, где 17 февраля предполагалось провести первую встречу, отменяется. После выезда в Краснодар сургутяне возвращаются домой, где будут готовиться к домашней встрече с кемеровским «Кузбассом». Она пройдет 21 февраля. Напомню, в одной восьмой финала Кубка ЕКВ «Газпром Югра» обыграл греческий «Олимпиакос». А «Драгонс» попали в челлендж-раунд из Лиги чемпионов, заняв в группе «Джи» третье место. В составе швейцарцев выступает экс-игрок сургутян болгарин Теодор Тодоров. Я думаю, что он будет главным экспертом, одним из главных экспертов вместе с главным тренером и его помощниками. Конечно, он знает доскональную игру Леши Родищева, естественно, бок о бок столько лет провели. Конечно, он очень много знает о нашей команде. Если эта команда играла в Лиге чемпионов, значит, это не самая слабая команда, поверьте мне. То есть она достаточно, так по именам, неплохая команда. В минувшие выходные в Сургуте прошла 34-я всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В ней приняли участие более двух тысяч человек. Как это было, смотрите в репортаже Светланы Стебеньковой. Сегодня «Лыжня России» проходит по всей стране. Только в Югрек не присоединились Слангипаск, Нефтьюганск, Нягань, Югорск. Всего 13 муниципалитетов автономии. Первыми покорить «Лыжню» вышли профессионалы. Кстати, впервые в этом году в Сургуте в спортивном забеге участвуют и возрастные группы. Это мужчины от 40 лет и старше, и женщины от 35 и старше. Это принято решение оргкомитетом всероссийских соревнований, мы выполняем положение. С одной стороны, интересно, они тоже посоревнуются, чтобы получить заслуженные награды. Причем, в городе Сургуте, надо сказать, эта группа достаточно очень сильно. У нас очень ветераны знаменитые в мире люди. Буквально на днях мы получили информацию, что Медведева стала чемпионкой, призером мира среди ветеранов. И вот уже финишировали первые спортсмены. Давайте спросим, как ощущения? Как «Лыжня»? Здравствуйте. Сейчас отдышаться, подождите. Ну и что, хорошая погода, атмосфера, как всегда, «Лыжня» России лучше всех. Спасибо. В массовом старте могут принять участие все желающие, вне зависимости от уровня подготовки и от возраста. Мы очень любим спорт. В свободное время мы отдыхаем на природе, участвуем в турслете. Наша команда детского сада «Василек» вообще все это приветствует. У нас весь коллектив любит заниматься спортивными соревнованиями. Почему решили принять участие в «Лыжне России»? Мы очень любим лыжи, нам очень нравится. Здесь сегодня такая атмосфера, прям волшебная. Мы бы хотели популяризировать этот вид спорта, потому что наш край богат из снега, снежными залежами, и мы хотим полностью использовать этот водоциал. Наряду с любителями, спортсменами, профессионалами и ветеранами традиционно на старт выходят представители Думы и администрации города, лидеры профсоюзных организаций и руководители градообразующих предприятий «Сургута». Александр Иванович, расскажите, вы впервые участвуете в «Лыжне России»? Нет, не впервые. Но у меня был не очень удачный опыт. Как он? Очень удачный. Но мне где-то на середине трассы бодрые дети. Палочку правую сломали, и я с этими лохмотинами с одной палкой уже ковылял. Мастерства не хватило, красиво дойти. Дошел как мог. Сегодня на лыжню стало больше двух тысяч сургутян. Самому юному всего один годик, а самому старшему 77 лет. И безусловно, все они победители. Но лучшие из лучших получили медали, кубки, дипломы и памятные подарки. Светлана Степенькова, Денис Зонов, Сургут Интерновости. На этом у меня все. Благодарю за внимание. До встречи. Магазин «Изумруд» представляет знаменитые уральские самоцветы в изделиях лучших ювелиров Урала. Сияющий бриллиант, благородный изумруд, сапфир, рубин, аметист. Великолепная коллекция мужских украшений на самый взыскательный вкус. Магазин «Изумруд», улица Энтузиастов, 6. Доктор Лаптев. Новые формулы стройной фигуры. Новые магнитные энергоинформационные карты. Программы 2016 года. Калории не считаем. Подробно на сайте «Доктор Лаптев». 20 февраля. Телефон 8-909-920-2727. Что делать, если коварный недуг отравляет жизнь? На помощь приходит физиоаппарат «Алмак-01». «Алмак» способствует снятию симптомов воспаления, избавлению от боли. Только в феврале. В аптеках «Формадом», «Бережная аптека» и «Аптека от склада» купите «Алмак» выгодно. Боль долой, когда «Алмак» под рукой. Кредитный потребительский кооператив «Тюменский фонд сбережений» предлагает выгодные сберегательные программы и гарантирует значительное увеличение ваших сбережений. Сберегательная программа «Новогодняя». Срок действия договора до 6 месяцев. Ставка до 20,6% годовых. Телефон 37-64-78. В магазин «Адам» поступила новая коллекция мужских и женских джинсов. В наличии все размеры. Улица 50 лет, ВЛКСМ, 3,2. Телефон 37-63-77. Здравствуйте. Информация о погоде на 15 февраля. В студии Алина Белявская. Генеральный партнер прогноза погоды – компания «Сипромстрой Югория». Компания «Сипромстрой» предлагает готовые квартиры в 38-м микрорайоне возле ТРЦ «Аура». Различные площади и планировки со свидетельством о регистрации. Квартиры от 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пожалуй, самая низкая цена в городе. Дома очень теплые. Экономия в оплате жилищно-коммунальных услуг до 35%. О «Сипромстрой Югория». Отделы продаж 600-190-6192. Квартиры в готовых домах от 1 миллиона 600 тысяч рублей. Подробности по телефону в Сургуте. 600-190-6192. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. На погоду в Западной Сибири оказывает влияние атлантические циклоны, доставляя в регион снеговые тучи и теплые воздушные массы. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях облачно, временами снег. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха минус 7, минус 12. В салонах обуви «Саламандр» финальные скидки. До 50% на зимнюю коллекцию. Саламандр – это стиль, качество, чувство, уверенности. Успейте купить в салонах обуви «Саламандр» коллекцию «Весна-лето» по ценам 2015 года. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагетное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет падать и состоит 769 мм рт. ст. Парковка «Мой город». Лучшая цена, лучший подарок – 399 рублей. Легко собирать и интересно играть. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам благоприятного дня и до встречи!